Привет! С вами Наталья Филенко и моя онлайн-школа итальянского кроя bestcouture.online. Два дня назад я решила сделать себе новый комплект, потому что сегодня у меня была деловая встреча, и я хотела что-нибудь новенькое, совсем-совсем новенькое. Я выбрала одну фотографию и сделала три вещи за день, скажем, за вчера. И вот посмотрите, что я сделала. Я сделала вот такую вот красивую маечку на рябочках. Она шелковая, скружна. И вот такие вот брюки, совершенно простые. На эти брюки при имении базы можно эти брюки сделать за два часа. Просто, видите, как элементарно. Я спрашиваю, что такое база. Вот сейчас вы видите на экране, как я краю с базы. То есть я, сделав базу на себя, краю любые модели, спокойненько моделирую прямо на ткани. Первоначально я хотела сделать вот эти вот брюки. Первоначально они должны были быть вот с этим жакетом. Ну, то есть я решила, что это будет красиво, потому что на фотографии красиво. Я его быстренько выкроила с базы. База это в обтяжку. Кофточка с рукавом, хорошо сидящая на вас. Вот. И моделирую прямо на ткани, потому что я закройщик профессиональный. Я ее, вот этот жакет, я его выкроила. Ну, как показала, в общем, практика, что-то мне не очень нравится с бежевыми брюками. Вот с такой длиной. Видимо, брюки здесь должны быть другие. Поэтому сейчас я вам покажу другой вариант. Ну, и вот посмотрите, как выглядит следующий вариант. Видите, жакет. И я быстренько сшила еще одни брюки. Смотрите. И скажите, что вам нравится больше. То-то или это. И видите, как практика показала, не всегда, как ты делаешь, потом сочетание будет хорошим. То есть брюки те не подошли. Но я сшила другие. Вот такие. Шелковые. Видите? Свободные. Это очень сейчас модная талья, выкройка, которую вы, кстати, можете найти в моей онлайн-школе. bestcouture.online. Потому что я там для вас специально делаю PDF всех выкроек итальянского журнала. Карта модели. И там вы, кстати, очень здорово можете это все найти. Ну, а я крою вот таких баз. То есть брюки. Простые брюки. Вот это моя база. Моя. Для фабрик у меня другие база. То есть когда я разрабатываю коллекции и потом делаю выкройки для фабрик, я использую мои базы, которые на курсе выкройка базы наколкой есть. Вы можете потом, наконец, скачать и иметь мои базы, которые я использую для работы. То есть делая выкройки для фабрик, вы должны сформировать свою базу. Она либо вот такая база брюк. Всего их две. База брюк и база полочки и спинки. С рукавом. Вот это вот просто полочка, вот это спинка, полочка и рукав. Хорошо сидящий. Обычно это делается на 38-40 размер, а потом уже идет расширение до 52-го, а там дальше XXL уже делается в своей базе начальной 50-й и дальше уже до 60-го размера. Вот я формировала вот этот жакет прямо с базы. То есть делая немножко припуск в области рукава, немножко занижая пройму и занижая окат, немножко расширяя рукав вверху. То есть я формируя вот эту выточку, понимаете, вот эта выточка, она заходит в карман. То есть как я это сделаю? Я взяла базу. Давайте я вам прям покажу сейчас. Все вопросы пишите, я вам отвечу. Прям полочку. Но на моих занятиях я это, конечно, делаю все на столе и все вам показываю, как формируются любые вещи. Но здесь я вам вот так скажу. Значит, нам нужно вот эту выточку, а вот здесь нам надо закрыть. То есть, и еще у нас будет отрезная, потому что сюда мы кармашек вот эту ставим. Вот здесь карман у нас будет вставлять. Поэтому мы сразу же, еще вот в таком состоянии, мы отрезаем там, где нам надо карман иметь. Вот здесь закрываем. И вот эту часть, которую отрезали, прикладываем сюда. И у нас получается вот эта выточка и вот здесь вот разрез. И так мы сформировали вот этот вот красивый такой рельеф для пиджака с карманом. Дальше шальку формируем. Как мы формируем шальку? Сейчас я вам покажу. И борта прямо на ткани. Вот так вот кладу мою выкройку. Делаю вот такую линию. Провожу, где у меня шалька должна заканчиваться. Вот здесь. Могу ниже сделать. Могу здесь. Как хочу. Понимаете, берете ткань, прикладываете на себя, смотрите, где лучше. Отмеряете сантиметры. Или одеваете вашу базовую кофточку. Одеваете на себя. И уже там прочерчиваете, да, скольки вам нужно открыть для шальки. Для вот этого воротника. Потом формируете плюс 2,5 сантиметра на пуговице. То есть от центра. Переходите 2,5 сантиметра. Делаете вот такую прямую линию до сюда. И немножко идет закругление. Вот здесь вот, потому что ваша шалька, она переходит так же назад. И одинаковое количество сантиметров, допустим, 8, вы вот так вот ведете по всей окружности. И формируете вот такое вот открытие. Видите? Вот. Формируете вот так. И так открытие воротничка. Или вы можете просто на нет свести. То есть я сделала как на фотографии, которую я выбрала. Но, в общем, это в зависимости от модели, в зависимости от задач. Шалька самый простой воротник, потому что это не какой-то там петчачный воротник. Это такой цельнокраенный, который переходит назад. Вот. И для него нужен борт. Как вы делаете борт? Это еще одна деталь, которая здесь вот внизу идет. И вот так вот она идет из закругления. Вот до сюда. То есть то же самое. Повторяете. Берете выкроенную вашу полочку, перекладываете рядышком на стань. И делаете вот так вот 10 сантиметров, 10 сантиметров, 10 сантиметров. Ну, можно 8. И вот здесь вот у вас идет закругление. И так же 8, 8, 8. Вот. Перешли и сделали подборт, который вы проклеили. А соединили потом по плечу полочку и спинку. Понимаете, в чем прелесть, когда вы кроете со своей базы. Вам даже мерить не надо. То есть вот этот жакет я померила один раз, когда втачивала рукав. То есть вообще не мерила. Потому что я точно знаю, что у меня здесь все отлично, что он у меня сидит хорошо. Потому что это моя база. Вот в чем прелесть, когда вы кроете с базы, когда вы знаете, как моделируется одежда. Потом. Значит, вы соединяете по плечам, по бокам. Формируете вот здесь выточку. Втачиваете карман, который вы сделали. Втачиваете внутрь. А верлаком все обрабатываете. Сзади делаете выточки на машинке. И начинаете соединять борт. То есть вот этот борт внутрь воротника вставляете и прошиваете. Вот по этому шву внутри. Внутри. Формируете. Вот такой здесь еще полукруг. Видите? Полукруг. И пока что не соединено со спинкой. Пока что у вас остается вот такой вот торчит. Потом вы соединяете друг с дружкой. Левую и правую половинку. И соединяете уже по горловинке сзади. Я делаю это руликом. И уходит рулик у меня вот здесь вот в борт. Соединение по плечу с бортом. То есть уходит туда и его не видно. Но еще не удержалась. Это красиво. Как вам нравится, не нравится. Напишите ваше мнение. Вот такие вот брюки свободные. И вот такая шелковая комбинашечка и ее жакет. Белый жакет. Представляете, как здорово, когда умеешь сам шить и краи. Приглашаю вас всех в нашу дружную компанию модельеров. Вы делаете рукав. Если вам нужно, на рукаве вы делаете открытие, как у шлицы. Просто вот это открытие на рукаве, оно обычно формируется, как у шлицы. Но здесь я не хотела. У меня задача, чтобы рукав вот так. Вот так мне нравится. И вы вставляете уже рукав. Здесь я рукав не сделала двухшовный. Я его сделала одношовный. И совершенно неправда, что надо только двухшовный у шакетов. Нет, можно и одношовный. Он отлично смотрится и нет никаких проблем с ним. Вот. И далее. Так что у нас далее. И далее вы вставляете в рукав и обрабатываете низ. Ваш низ изначально на крое, изначально, должен быть на 5-6 см длиннее, чем вперед. Потому что у переда у вас идет вот отачка такая большая. А у низа нету этой обтачки. У низа на 6 см бушек. Такой хвостик, который вы подгибаете и чистенько в обтачку заводите. Поэтому давайте я вам еще на столе это все покажу. И чтобы вам точно было понятно вообще, как там изнутри оно, что делается, какой эффект. Пишите ваши вопросы. Кто хочет обучаться простому, реально вот простому крою, чтобы мочь воплотить любую вашу идею, пожалуйста, переходите ко мне на курсы. Я вас буду лично курировать. И напишите, какой комплект вам понравился больше. Так. Какой комплект вам больше нравится? Вот такие широкие брюки. Кстати, как они краятся? Давайте я это дорасскажу уже. Берете базу, опять же, и делаете расширение. То есть, если база, то она прям вот сильно в обтяжку, да? А если вот вы хотите такие широкие штаны, и еще вот видите, как она внизу вот занижена к овалу, как это шаговый шов, он называется, не помню, как он называется по-русски. Вот этот шов, вот этот шов на штамине на вашем, да? Вот здесь он у меня в обтяжку, как на тех бежевых брюках. А вот эти брюки, они занижаются вниз, вот так, занижаются спереди и со спинки на одинаковое расстояние. И берете вперед, потому что спереди, видите, вперед, он всегда поменьше вот этой части его. Она тоже занижается. Вот так вот разрезаете. Сколько складок? У меня тут одна складка. Поэтому я, в общем, расширила брюки на ту величину, на которую я хотела эту складку. Расширяете. И обязательно то же самое вы должны... У вас расширилась сама вот эта штамина, да? Расширилась. Вы то же самое должны расширить на спинке, то есть вы спинку как бы занизили и расширяете еще вот здесь вот, и расширяете по бокам, даете свободу. Потому что если у вас спинка останется как есть, а вперед вы расширите, то у вас получится такое, что у вас немножко, ну, заведет средний шов. Во что в брюках важно, чтобы средний шов падал перпендикулярно земле. То есть, а это будет сохранение баланса, если у вас и спинка, и вперед, расширение будет на одинаковую величину. Вам не надо очень сильно расширять вот в этой области на спинке, но надо расширить саму штанину, чтобы они у вас всегда... Штанина брюк спереди, а уже, чем сзади. Вот видите, вот вперед и спинка, да? Вот я соединяю, видите, вот это вперед, а вот это вот спинка. Спинка всегда больше на полтора сантиметра, на сантиметр с каждой стороны. От центра расширение всегда слева и справа одинаковое. Тоже запомните, потому что средний шов, он должен всегда падать одинаково. Ну, все это я рассказываю на моих занятиях уже подробно на столе. Я вам все показываю, отвечаю на ваши вопросы. У нас чат-группа, где я веду эту группу и уже один раз в неделю выхожу и отвечаю на все-все-все ваши вопросы, чтобы вы точно обучились. И мое пятилетнее обучение в поле моде и мою огромную практику в этом секторе моды я вам просто передаю практически в гратис. Вот, с нуля. Можете обучаться с нуля. То есть даже если кто не знал, вы сначала должны построить выкройку базы, изучить, как это делается на себя или на кого-то еще. Это без разницы. Потом с этой выкройки базы вы начинаете уже делать моделирование. И я вам рассказываю саму логику. Вот вы видите эскиз, да? И вы должны его интерпретировать правильно и суметь его шить на себя или на клиентов или воплотить любую идею вам. Допустим, это же целая профессия. Вам фабрика говорит, вот наша новая коллекция. Или вы разрабатываете новую коллекцию, как в моем случае, потому что я также художник мобилер. И вы просто читаете этот эскиз, читаете и знаете, как он кроится. Это очень интересное занятие. Я, не знаю, у меня пассионер. Я просто пассионарный человек в этом плане, что это моя профессия и моя любовь. Потому что я шью всю жизнь всегда и, наверное, так и буду все время шить, кроить и придумывать что-то и так далее. Но это очень здорово, когда вы делаете для себя вот увидели что-то. Вот как я увидела, о, хочу. Все. Берешь материал. Раз-раз. Два дня. У вас новый комплект. Оставайтесь с нами, со мной и с моей онлайн-школой BestCouture.online. Пишите ваши вопросы. И если вам интересен формат, например, таких видео, ну, как трансляции, трансляции, чтобы вы писали вопросы, допустим, вы что-то шьете или что-то кроите, вы пишите вопросы, а я вам отвечаю или рассказываю, как кроятся модные вещи прямо в эфире с вашими вопросами. Если вам интересен такой формат, вы мне напишите, хорошо? И я постараюсь организоваться. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok